Как написано в Деянии 21 главе, Равин Шауль был арестован в храме. И в то время толпа была очень обеспокоена присутствием Равина Шауля в храме. И почему так происходило? Просто это был человек, который проповедовал и учил в их синагоге. Тогда почему возникла проблема, когда он пришел в храм? Но, как выяснилось, некоторые лидеры обвиняли Шауля, что он привел некоторых язычников в храм. И Лука говорит нам, что, это записано в 21 главе Деяния, что Шауль не приводил язычников с собой. Но он говорит следующее. Он объясняет, что Равина Шауля видели с человеком по имени Трофиус. И он был из Ефеса. И хотя обвинения лидеров против Равина Шауля были ложные, то все равно они пустили слух, молву среди народа. И поэтому таким образом возник такой беспорядок в храме. И это причина, по которой он был арестован. И также внимательно рассмотрите эту ситуацию. Когда лидеры хотели обвинить Равина Шауля в том, что он приводил язычников в храм, лидеры для этого избрали Трофима в качестве примера. И почему же они не избрали Луку, который был с ним и был с ним более часто? И который даже был свидетелем всех этих событий. Понятно это? Если он был свидетелем всех этих событий, где же он находился? Он также был во дворе храма. Понятно. И если бы Лука был язычником, то было бы намного легче то было бы намного легче обвинить Павла в том, что он привел Луку в храм. Но не в том, чтобы обвинять, что он взял с собой Трофима. И даже в процессе этого обвинения они не вспоминают даже о Луке. И это является очень сильным доказательством того, что Лука не был язычником. И дальше Лука был с Шаулем в нескольких обстоятельствах, когда они в следующие разы путешествовали в Иерусалим. И в то время никогда больше не поднимался вопрос о том, что Лука мог быть язычником. Хотя он был очень часто с Шаулем в Иерусалиме. И такой вопрос также возник в отношении Тита, который путешествовал с Шаулем в Иерусалим. И с этой проблемой столкнулся Равин Шаулем в отношении Тимофея. И это то, почему он произвел обрезание для них. И поэтому, когда Лука путешествовал вместе с Шаулем в Иерусалим, он не являлся причиной его ареста и всех проблем. И не было никакой проблемы, когда Лука находился с Шаулем в храме. И это значит, что он также должен был быть евреем. И когда арестовывают Шауля, Луку не вспоминают. Еще несколько идей в отношении того, что Лука был евреем. То, что в своем Евангелии он показывает свое личное знание храма. То знание, которое даже было больше, чем у других авторов Евангелия. И когда он описывает явление Ангела к Захарии, то явление в отношении рождения Иоанна Крестителя. Лук очень детально описывает перемену и отбор левицких священников. Отбор священников в соответствии с их семейным деревом. И затем он дает описание положения первосвященника. Также то место, где Захария явился ангел. Поэтому он знал это. И тот факт, что только один Лука из всех четырех Евангелий дает описание этой истории. И это он дает с такими яркими деталями. И все это доказывает то, что он был евреем. И он был тем, который очень знал все процедуры в храме. И это указывает даже на еще большее. И так как он знал столько много всего в отношении функционирования храма, то по крайней мере он был левитом. Следуете ли вы за мной? Окей, хорошо. И затем мы перейдем к второму пункту. Существовало мессианское, священническое ожидание. И исправьте у себя место Эзекииля. Это Ездра, книга Ездра. И номер глав тот же самый. В Ездре 2 главе 62-63 стихах упомянута очень интересная история. И там выражается надежда, что в будущем придет не пророк. Но придет священник для мессианского века. И так же начинается с некоторых из песней священника. И в третьем стихе видно, как они были исключены из священства из-за своей нечистоты. И поэтому правитель говорит им, чтобы они не ели одной из самых святых, одной из самых святой пищи. До тех пор, пока не восстанет священник, который сможет обращаться с Уримом и Тумимом. Знаете ли вы, что это Урим и Тумим? Это были инструменты для того, чтобы... Это были частью тех инструментов, которые использовали священники, чтобы получить божественное направление. И почему же этих священников посчитали нечистыми? Все это было из-за того, что у них была неправильная генеалогия. Другими словами, они не могли доказать, что они принадлежали к священнической семье. И им сказали, что они не смогут исполнять свои священнические функции, пока не придет тот, который будет достаточно квалифицирован, чтобы делать это. До тех пор, пока не придет священник или первосвященник, который будет способен принимать божественное направление в отношении этого вопроса. И такое ожидание, оно четко мессианское. И что люди ожидали пришествия мессианского царства. Того первосвященника, который будет способен принять полное божественное направление. И даже то слово на иврите, которое мы можем найти в тексте, Оно может быть легко отнесено к определенному специфическому мессианскому образу. Это слово на иврите, которое звучит «амад». И это поддерживается раввинистическими дискуссиями о книге Ездры. И это можно найти в Талмуде. «Приди и слушай». Когда был разрушен первый храм, то Умим и Тумим прекратили свое существование. И что снова не было царя из дома Давидова. И если кто-то говорит вам процитировать, и правитель говорит им, что они не должны вкушать от наиболее святого, до тех пор, пока не встанет священник с Уримом и Тумимом. И если кто-то скажет вам это, то ответьте ему, «Это для самого отдаленного будущего». Это для самого отдаленного будущего. «И когда воскреснет мертвый, и придет Мессия, сын Давида». И поэтому вы видите, что это было рассматриваемо как мессианское ожидание. «Первый священник для мессианского века». И сейчас мы обратимся к свиткам Кумрана. «Самый основной свиток в Кумране», который указывал на то, каким образом функционировало общество. Он назывался «Учебник» или «Свиток дисциплины». И вот, что в нем написано. Что они не отделятся от... Они не отделятся, не отойдут от любого совета закона. До тех пор, пока не придет пророк и мессии Аарона и Израиля. Понятно это? Пророк, мессия Аарона и мессия Израиля. И мы знаем, кто был бы мессией Израиля. Это царь Израиля. И... И поэтому мессия Аарона должен быть мессианским священником. И это были ожидания людей, свитков. И поэтому это не будет удивительно для нас что Лука представляет своим читателям священническую модель. И это также записано у вас в конспекте. И вот как Лука представляет нам Иешуа. Иешуа отменяет все те нечистоты, которые описаны в книге Левит. И вы знаете, о чем книга Левит. Это книга Левитов и священников. И намного больше. И Левит это серия проповедей на месяцы и на последующие месяцы. На данный месяц, следующий месяц, так как в синагогах по всему миру читают сейчас книгу Левит. Другими словами, Иешуа все равно отменяет все те нечистоты, которые описаны в книге Левит. И особенно три нечистых вещи, которым людям запрещалось прикасаться. Так как если вы прикоснетесь к ним, вы осквернялись ими. И Иешуа прикасается к ним. И Он отменяет эти нечистоты. И эти три вещи, следующие. Это проказа, мертвое тело, и ритуальная нечистота. В этом случае, это кровь человека. помните женщину с ее проблемой. Помним ли мы еще одно? священник, он определял, он делал вывод о том, являлся ли человек чистым или нечистым. И поэтому в этом случае Иешуа объявляет, что эти люди чистые, так как сделал бы священник. И он это делает своим прикосновением. И у священников тоже была определенная роль в обучении людей. И если вы изучите книгу от Луки, и Лука делает акцент на учение Иешуа. Лук есть намного больше притчей, чем в других Евангелиях. Притчи или учения Иешуа. Также священники играли роль в молитве. Они служили в храме. И Бог назвал этот храм «Мой дом молитвы». И видно, что Лука тоже уделял внимание молитве. И как вы помните, что мы прочитали в Ездре во второй главе, что это являлось центральным первостепенным для священника в том, чтобы у него была правильная генеалогия. Поэтому что делает Лука? Он дает нам генеалогию в 3-й главе Он дает нам генеалогию Иешуа. И потом в конце генеалогии этого пословной Иешуа начинал свое служение когда ему было 30 лет. Это был именно тот возраст, когда священники начинали свое служение в храме. И только Лука упоминает это в своем Евангелии. И как я уже упоминал, Лука начинает свое Евангелие с священника Захарии. И он даже делает больше того, он упоминает всех тех, которые служили в храме. И затем такой же самый интерес он проявляет к храмовым жертвоприношениям. И это можно видеть в Луке во второй главе. И затем Лука указывает, что есть что-то особенное в отношении имен сыновей Захарии. И Бог хочет, чтобы сына его звали Йоханан. И во всех Евангелиях нам говорится, что его имя было Йоханан. И только Лука останавливается на том и объясняет нам более подробно, что это было особое указание от Бога. И почему же это было важно для Луки? И видно, что Йоханан это было имя последнего праведного первосвященника. последнего праведного священника до начала века Маккавеев. Хазмониен. Или также называется Хасмонейская эра. Так как в то время было время растления священничества. И также заметьте, что Лука пишет свою книгу мужчине, которого звали Феофил. И многие люди пишут и говорят нам о том, кем мог быть этот Феофил. Его имя означает тот, который любит Бога. И совсем недавно археологи сделали интересное открытие. И они делали раскопки в верхнем городе в Иерусалиме. И сейчас эта местность называется Особняки Ирода. И это не значит, что там были усадьбы Особняки Ирода. Но просто они были построены во время правления Ирода. И в принципе это были усадьбы первосвященника и его семьи. И одно из открытий также говорит об имени одной первосвященнической семьи. И также там было найдено имя Феофил. То, что Феофил был членом семьи первосвященника. И это тот человек, которому написана эта книга. Поэтому не удивительно для нас то, что он начинает свою историю со священника. That line says Luke stresses Yeshua's impeccable credentials. И было очень важно чтобы у священника были правильные рекомендации или хороший авторитет. И поэтому начиная со второй и по четвертую главу Луки Лука упоминает тот авторитет Иешуа. Он упоминает его матери Марию, которая приходит в храм с целью очищения. И также он указывает на то, что Иешуа проходит через процесс обрезания. И также через церемонию церемонию искупления перворожденного. Песах в Иерусалиме. также он делает акцент на то, что его семья празднует Песах в Иерусалиме. И почему же он так очень уделяет много внимания этому? По-любому каждый должен был праздновать этот праздник в Иерусалиме. Но не каждый мог праздновать праздник в Иерусалиме. Так Иерусалим не был достаточно большой, чтобы вместить всех. И поэтому в дни второго храма вот, что произошло. Каждая община избирала свою семью, которая бы представляла их в Иерусалиме. И это была бы огромная честь для той семьи представлять свою общину, свое сообщество в Иерусалиме. Это могло произойти только однажды или дважды в жизни человека. И в дополнение к этим особым представителям, все семьи, которые больше всех соблюдали традиции. Они приходили в Иерусалим также, чтобы праздновать. И Лука указывает, что семья Ишуа приходила в Иерусалим каждый год. Поэтому его семья была очень такой семьей, которая соблюдала традиции. И также можно это видеть в Луке в конце 4 главы. Когда Лука и Шуа там учатся вместе с раввинами. Это что-то подобное на следующий до бармитвы экзамен. И он удивляет их своей мудростью. И затем Лука говорит нам в 4 главе что Ишуа посещал синагогу регулярно. И как в 4 главе сказано он проповедовал в синагоге. И затем Лука говорит о том что фарисеи принимали его. В 7, 11 и 14 главах. И это упоминается что он был принят в домах фарисеев. И в 13 главе фарисеи даже пытались спасти его от Ирода. Другими словами у Ишуа было непогрешимой авторитет, непогрешимой рекомендацией. И затем мы видим как Лука фокусируется на Иерусалиме и на храме. когда в начале истории мы видим действия, в которых принимают участие Захария. И такой фокус продолжается и до конца второй главы. история за историей и параграф за параграфом. И также это отражается в надеждах тех людей, которые упоминаются в этих главах. И храм это также было тем местом, где учил Ишуа. И очень поразительным образом Лука нам рассказывает это. И хотя Матфей дает нам учение Ишуа о том, что будет в будущем, Лука он описывает как это происходит на Оливковой горе. Лук places the setting in the temple courtyard. И затем когда вы прочитаете до конца историю в Луки в том тексте, который я вам дал. 24 глава Луки то история не заканчивается на Оливковой горе. История в Луке заканчивается в храме. И так вы можете видеть как здесь очень сильный фокус на храме. И как мы уже знаем некоторые вещи о роли мессианского первосвященника. От того, которого ожидали, его пришествия ожидали. его описывали как того, который победит демонов. И поэтому Лука описывает Ишуа как того, который побеждает демонов. И это произошло дважды в 4 главе. И затем снова в 8 9 и 11 главах. И так далее на протяжении всей книги. И затем следующее, что я упомянул в конспекте, это священники и пастыри. И вот, что я подразумеваю под этим. Во времена второго храма священников часто рассматривали как пастухов. And often they were with, the reason they were there is so that they knew how to take care of the sheep. И как учеников пастуха, пастуха, как учеников пастухов. Причина, по которой они были там, они знали очень хорошо, как необходимо излечить овцу. И это необходимо было для них, чтобы знать, как потом правильно принести в жертву животное. И вы помните тех пастухов, которые впервые посетили Иешуа. Они следили за своими стадами. И в то время года это были те животные, которые должны были быть использованы для жертвоприношения на праздник Песах. И поэтому было бы важно, чтобы в то время священники были в качестве подмастерьев для пастухов. И они должны были помогать людям выбирать правильных ягнят, для пищи. Поэтому в числе первых посетителей Иешуа были также и священники. И Лука делает особый акцент на этом. И затем мы можем прочитать в Иеремии 31 главе что ветвь Давида того, который является Мессией, он подтверждает свой завет со священниками. И он говорит, что всегда будет священник, который будет стоять перед Моим лицом. и служит в храме. Это записано в Иеремии 3 главе 31-34 стихах. И Захария также говорит нам очень интересное. Захария 6-14. Тот первосвященник, который упоминается, там он назван ветвью. И поэтому неудивительно, что ветвь Давида утверждает завет со священниками. Также интересно заметить, что в Евангелии от Луки Лука никогда не упоминает установление священничества в негативном смысле. В самом деле он минимизирует активности священника в суде Ишуа. И это единственное Евангелие, в котором упоминается, что Ишуа исцелил дочь священника. И также я хочу уделить внимание некоторой Феофилу. Но мы сделаем это после перерыва. Взглянем поближе на Феофила. Лука описывает его как самый замечательный. И поэтому многие ученые думают, что это было описание какого-то официального лица. И как мы знаем, он был членом первосвященнической семьи. И что также значит, что он был евреем. Если он был евреем, то какое же положение он занимал, что его называли самым замечательным? И вероятно, Феофил был первосвященником. И как оказывается впоследствии это была правда. Феофил был первосвященником начиная с 37 по 41 года. Поэтому его книга была написана не только к священнику, но также к бывшему первосвященнику. И также еще пару мыслей перед тем, как мы полностью рассмотрим эту первосвященническую модель. В конце второй главы от Луки в 52 стихе Лука делает особый акцент на следующее. что Ишуа рос в благоволении у Бога и у людей. В благоволении у Бога и у людей. Это указывает, это подчеркивает его священнические характеристики и его незапятнанную репутацию. Он является тем совершенным, который может быть посредником между Богом и между людьми. И в луке первой и второй главе особо рассматриваются главные личности. Елизавета, ее имя звучит Элишева. И как выясняется, Элишева была женой первого священника Аарона. Элишева стала матерью первосвященнического рода. И знаете ли вы имя Марии на иврите? Мириам. Кто была Мириам? Сестра. Да, сестра Моисея и Аарона. Это были два основных основателей священничества. И поэтому Бог снова использует те же самые имена как имена тех женщин, которых он использовал в начале. Которых он использовал для того, чтобы сформировать первосвященничество. И Лука делает упоминание этого. Интересно, что в Евангелии от Луки Лук упоминает множество высказываний Иешуа в отношении богатства. Лук упоминает что богат это огромное стихическое обстакание. Лука указывает что в основном богатство становится препятствием в духовном. Как один комментатор сказал, это слепцы в отношении духовного зрения. И Лука делает особый акцент на этой части учения Иешуа больше любых других Евангелий. Почему он так делает? помните когда я упоминал вам в отношении особняков усадеб Ирода? И что это были усадьбы священников и первосвященников. И они были названы усадьбами потому что они такими являлись. эти люди были очень очень богатыми. И часто это ставало на пути их взаимоотношений с Богом. И поэтому Бог в том что он обращается к первосвященникам в этой книге делает акцент на важности священничества. И также указывает на то что может быть стать главным препятствием в религии. И для них это будет в основном их богатство. И как мы завершили священнические модели в Евангелии от Луки. Также я хочу подчеркнуть ту связь которую можно видеть Евангелие от Луки с Давидом. И прямо в начале Евангелия от Луки в Луке первая глава 30 первая 32 стихи. Лук делает особое ударение указывает на особую связь с Давидом. Он упоминает о том что должен будет прийти младенец Ишуа и что он будет на троне его отца Давида и что этот ребенок связан с Давидом. И затем позже в этой главе в 69 стихе он описан как рог спасения к дому Давидова. И это важно по двум причинам. во-первых это связывает связь параллели младенца Ишуа с его предком Давидом. Но эти фразы которые находятся в 69 они связаны куда-то важными. Также это можно найти в каждодневных молитвах которые мы как евреи произносим в синагогах. Их можно найти в 14 и 15 разделе Амиды. Или Шмон Эсраэл. И поэтому можно видеть эту связь эту параллель в начале. И как вы помните как часто Лука использует слово Израиль. И также Давид является той личностью которая более всего ассоциируется с Израилем. И он связан с его славным прошлым. И также связан с царственным будущим. И это благодаря Мессии. И что Мессия дано имя Давида в Езекииле 34 и 37. И он тот, который вознес Израиль на его высоту. Он также назван певцом Израиля. певцом Израиля. И как вы помните, что также есть фокус на Иерусалиме. И если бы вы поехали в Израиль, как мы делаем, и мы даже поедем туда этим летом, то мы везем наших людей в то место, которое называется городом Давида. Там проходят археологические раскопки. Данил был там. И где археологически находится этот город Давида? Это то, что вы можете подумать, но это не так. это в Иерусалиме. И археологически Иерусалим известен как город Давида. Поэтому Иерусалим наталкивает нас на мысль о Давиде. И Лука также думает о Давиде. И также выясняется, что женщины были важны в жизни Давида. Сигнификант women were part of his ancestry. И важны женщины принадлежали к его роду. Тамар и Rahab. Тамар? Помар? Что еще? Второй. Рахаб. Помар и Раф. И также часть генеалогии Иешуа. Потому конечно Иешуа имел генеалог. И также была Руф. Руф. Прабабушка Давида. Прабабушка Давида. И очень важная женщина в ее праве. в ее праве. Она была влиятельна и важна. И затем в жизни Давида встречаются и другие женщины. Милка и Абигейл. И then of course there's Бат-Шева. Версавиа. I should have checked these names with the other Gospels. И в Евангелии от Луки больше чем в любых других Евангелиях фокусируется на женщинах. Reminding us of the women in David's life. And then there are those things I've called in the outline verbal connectors. And then what is in conspект I called это устные соединители. In Luke chapter 7 the woman dries Yeshua's feet with her hair. her long hair. And it's only Luke that mentions her hair. It reminds us of someone who was also known to have long hair. Just reminding whom у кого были длинные волосы. Can you think of who Luke might have in mind? Who was David's son? So another davidic connection here. When we read the story of David we learn that David slipped away from Saul. And that's the term that used he slipped away from Saul. Saul. Luke tells us in chapter 4 that Yeshua slipped away from the angry people. He uses the same term as used of David. He uses the same term as which spoke to David and those are some verbal connectors. it were like us соединители также рука представляет нам еще который страдает без вины дэвид также преследовали Саул преследовал Давида также Абсалом преследовал Давида его преследовали даже хотя он ничего плохого не сделал в отношении их он страдал невинно и мы будем страдать